Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Утро на телерадиоканале Страна ФМ продолжается И, знаете, мы сегодня прям набираем и набираем оборот Во-первых, в студии Влад Кутузов Валерия Майорова, всем доброе утро И у нас целый коллектив, ансамбль, группа, всё Вот у меня все слова слились в одно Восторг, потому что уже вне эфира начинают люди распеваться И я понимаю, как это шеверно Лена, давай прямо сейчас вдвоём назовём, кто у нас в гостях сегодня Итак, Артель Роса Привет, ребята, доброе утро, спасибо, что пришли И уже мы нас слушали из песен, но их будет сегодня очень много на самом деле Слушайте, ну давайте хотя бы немножечко поговорим о становлении коллектива Насколько я знаю, коллектив достаточно молодой, вы недавно появились Да Давайте начнём с имён Значит, у нас в гостях, друзья, кто нас смотрит, слушает прямо сейчас Телерадиоканал Страна ФМ Григорий, Александр, Ольга и Ксюша Я ничего не перепутал? Да, всё верно Вот, хорошо, замечательно Доброе утро ещё раз Ну, Ксюша и Ольга, как вы понимаете, солистки и девчонки Вот совсем недавно, прям, выпускницы института или ещё доучиваете? Нет, ещё не закончили Ну, давайте, давайте сначала вас начнём расспрашивать Рассказывайте, как вы пришли на кастинг Вот вы пришли такие и говорите, хотим в группе выступать А вам какие тестовые задания давали? Если вам был кастинг вообще? Ну, честно говоря... Кастинг был, конечно Кастинг, конечно же, был Наши друзья его проводили до того, как мы пришли к ним Дело в том, что мой папа знаком с братьями И он просто в соцсетях где-то увидел объявление о том, что идёт кастинг Так, немножко по знакомству получилось Да, он написал, вот приедет девочка, послушайте Я приехала и сказали, о, отлично, хорошо То, что нужно как раз То, что искали Мне дали пару песен спеть, разножанровых, чтобы я их попробовала, спела Ребятам понравилось И они говорят, а у тебя есть ещё подружка? Ага Которая тоже поёт и тоже хорошо Вот, и... Та-дам! Это говорила Ольга, а теперь слово Ксюш Ксюша, а у тебя как всё это происходило? Ну вот... Звонит тебе Ольга и говорит, слушай Да, дело в том, что мы ещё с Ольгой, помимо того, что одна курсница Мы ещё и живём с ней вместе Поэтому я знала, что она поехала на прослушивание Пожелала ей удачи И говорю, Оль, ну если что, вдруг я на бэк согласна И вот спустя где-то часа 4, наверное, 5 Она мне звонит, и я нашла нам работу Всё, едем, спустя там сколько-то времени Буквально меня прослушивали, да Слушайте, я правильно понимаю, что у вас так дружба удачно совпала? У тебя сопрано, а у тебя альт Да И как это звучит, ребята? Я прям вот уже нет силы разговаривать Мы всё это послушаем в ближайшем Так и слушайте, а мне интересно, с музыкальной точки зрения Как у вас осталось, там, лид вокал и бэк? Или вы взаимозаменяемы в этом плане? Мы взаимозаменяемы Да, абсолютно взаимозаменяемы Мы сотрудничаем Когда-то больше ответственности в песне лежит на Ксении И когда-то на мне Ну здесь уже ещё идёт от песни Какой-то я по характеру могу лучше исполнить Какой-то Ольга Иногда у меня что-то технически не получается Это делает Ольга, у неё техника вокальная Она много сильнее Мы друг друга дополняем вообще Я в каком-то плане иногда по артистизму что-то сделаю лучше То есть полная взаимозаменяемость и дополняемость Следующая песня, которую мы будем исполнять Мы, мы, я уже приматывалась коллектива Мы не исполнили, конечно Я-то могу, единственное, пойдёт ли на пользу эта коллектива Вы скажите, вот следующая песня, которую вы будете исполнять Кто там ведёт, у кого какая партия? Мы по очереди По очереди Это тот случай, Лера, когда девушки взаимозаменяют Слушайте, а не бывает у вас такого, когда, допустим, ну вот Основатели коллектива говорят Оля, ты будешь петь главную партию, там всё-таки основную, да? А Ксюша сидит и думает Блин, ну, а как же я? На самом деле здесь вот не так И опять же говорю, по характеру кому она ближе По технике очень часто, как то, что поёт Ольга Я физически не могу исполнить Так как у меня голос ниже И поэтому здесь уже даже не остаётся вариантов Ну да, у нас ещё бывает песня рождается Во время Да, во время работы То есть мы поём песню, разбираем её Допустим, запевает её Ксения А потом в процессе работы её уже запеваю я И меняем, бывает, и партии, и что-то ещё вот То есть песня рождается Слушайте, девушки, ребят, ну мы ещё об этом поговорим Но музыку-то всё-таки лучше послушать, чем о ней разговаривать Давайте прямо сейчас представьте песню, которая прозвучит Пошла млада песня Пошла млада, давайте Поехали, слушаем Пошла млада по воду Замахала ветром Замахала ветром Пущу ветра по той гору Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- а а и а и а и а а а а а а а а и и а 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 О-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля здесь у нас в прямом эфире песню и клип на «Чучело», правильно? Верно, да. Суть будет совсем скоро, в финале этого часа, ну, примерно без пятнадцати, где-то, дождитесь, пожалуйста. Пока подложим разговор об этой песне немножечко, но потом я хотела, знаете, о чём поговорить? Совершенно бешеная энергетика. Вы когда начинаете петь, вот я-то ещё стеснялась, что я запою, я тут подпевала, мне микрофон просто... Лера, спокойно, не надо. И как-то ноги сами в пляс. Я хочу спросить, где можно вживую людям ощутить эту энергетику, где и когда вас можно увидеть на концертах? Ну, в ближайшее время буквально у нас парочка пройдёт. 4 ноября мы выступаем на Красной площади в 12, да, верно? И 6 ноября нас можно услышать в 6 вечера на Манижной площади. Ну, это ближайший праздник, который мы будем кричать, да? Да, на ближайших праздниках. Целый час живой музыки от нас. И нашей весёлой, задорной энергетики. Это прекрасно. Друзья, обязательно проходите, но нам повезло больше, потому что мы уже всё это слышим, и вы, кстати, это прямо сейчас тоже слышите, видите. Слушайте, я вот о чём хотел спросить. Потрясающе у вас всё это звучит, максимально гармонично, насколько только может. Вот от момента того, когда вы берёте песню, говорите, да, договоримся, будем брать вот эту вот песню, до вот этого финального варианта, идеального практически. Сколько времени проходит, и как это, в муках творчество рождается, или прямо вот оно пошло и поехало, потому что мы все профессионалы? А расскажите чуть-чуть о творческом процессе. У нас есть песни, которые, действительно, ну вот они идут лёгкие, а есть, которые мы постоянно копаемся, что ты... Вот ребята докажут это всё на их доле, понимаете? Давайте, давайте, мужчину заговорили. Слово Александру. Александр, чуть поближе, прям поворачивайте микрофон. Отлично. Бывают, как Ксения сказала, и лёгкие, и трудные, да, но в муках рождается, на самом деле, самая лучшая песня иногда. Бывают, песню мы делаем, не поверите, по раз, раз сто переделаем, может, как минимум. Когда приходим к какому-то знаменателю, бывает, вот, действительно. Бывает, сделаем, поймаем прямо птицу за хвост. Вы понимаете, что вот оно, то самое. Прямо вот, не отпускаем, и рождается вот, буквально с 8 до 12 у нас рабочий день, вот, ну, самая такая у нас, такой график хороший, и голова работает. С 8 так рано встаёте? Ну, холерики. Кто рано встаёт, тому Бог даёт. Вот это абсолютно правильные слова. В общем, за это время, если успевается что-то наваяться, накропаться, и сложиться, то песня получается. Слушайте, а бывает так, что вот разногласия в коллективе, например, все говорят, да брось ты эту песню уже, но не получается. Один говорит, да нет, я вижу, это будет стопроцентный хит. И тогда как договариваетесь? Чаще всего мы находим какую-нибудь песню, которая нам очень-очень нравится, но потом умные люди нам скажут, вы знаете, это не хит. И мы её, скрипя зубами, откладываем в сторонку, и прислушиваемся к той песне, которая действительно в будущем будет хит. Опять-таки же, по совету самых лучших наших друзей, продюсеров и так далее. И, собственно говоря, рождается потом такие песни, как Лепота, там... Ну, а вот, я не знаю, просто такой банальный вопрос с точки зрения обывателя. С чем вы связываете успех песни Лепота? Чем она вот так вот проняла людей? Они её услышали, и прям хлоп, и вошла она прочно в их обиход музыкальный. Всё очень достаточно просто. В этой песне очень много солнца. Изначально песня была очень грустная и медленная. Как, собственно, все русские народные песни. Не все грустные, медленные. Видимо, климат у нас, сами знаете, такой. Чяжкая женская доля. Это обычная история. Меланхоличный. Конечно, да. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Да, да. И мы решили просто придать ей немножечко солнышка, пляжа, регги. Мне кажется, вот это то, что в данный момент, на сегодняшний момент не хватает людям. Без всяких там каких-то допингов можно просто послушать эту песню и хайфануть. Слушайте, а бывает такое, когда вот песню какую-то берёте, да, вот хочется её спеть, и она вот, ну, жутко нравится. Вы понимаете, что это прям ваше-ваше. Но с другой точки зрения, понимаете, что вам-то она нравится, а публика, может быть, как-то и не поймёт её. Это чаще всего так и происходит. А что в этом случае делаете тогда? Бросаете? Нет? Нет, нет. Мы её оставляем до лучших времён и, можно сказать, в себе убираем что-то ненужное и оставляем самое лучшее в этой песне. Ну, по крайней мере, мы её пытаемся на репетиции что-то делать, впивать её. Да. В процессе, опять же, рождается что-то то, которое сделает эту песню вот конкретно. Ну, то есть такая творческая шлифовка происходит, Да, конечно. Вы знаете, проблема всех вообще артистов, музыкантов и коллективов это взять песню и сделать из неё, то есть отколоть от неё самое-самое худшее. Оставить самую-самую изюминку. Это самая проблема вообще. В общем, сделайте из бревна Баратино. Да, да, да. В общем, да. Мы долго над этим стараемся, точим топоры, так сказать, шлифуем всё, шлифуем очень долго-долго-долго и... Слушайте, ну давайте прямо сейчас послушаем ещё одну песню в вашем исполнении в живом, естественно. Как будет называть песня? Что это будет? Давайте объявим. Кого нету, того только жаль. Народная песня лирическая, да. Исполняется акапелла. Давайте. Поехали. Кого нету, того только жаль. Да уезжает мой миленький вдаль. Уезжает мой миленький вдаль. Да уезжает Милый оставляет Одни ласковы только слова. Одни ласковы только слова. Да на прощанье цемилой оставил С ручки перстень кольцо золотом. С ручки перстень кольцо золотом. Да день на рученике кольцо я носила, кольца. На ночь в головы Его клала. На ночь в головы Его клала. Да для чего ж я кольцо в головы клала, А чтобы виделся милой во сне. На самом деле это все ложь. Девчонки поют живьем без всякого автосигура. Григорий хотел что-то добавить. Просто они стесняются, говорят, мы их просто гоняем иногда, поэтому и поют хорошо. Слушайте, а вот, кстати, а дисциплина... Как бы не один год образования, как бы. Дисциплина жесткая в коллективе? Семейная. А давайте по-честному. Добрая, хорошая, иногда строгая, все в меру. У нас действительно, Ксюша правильно сказала, у нас не просто коллектив, у нас семья. Мы и в гости... Приезжаем к ребятам. Да, и причем действительно приезжаем в гости, уезжаем с подарками, всегда приезжаем как домой, как к родителям домой. Но у нас есть очень хорошая черта в коллективе, это разделение. Слушайте, девчонки, это интересный вопрос творческий, мы к нему вернемся чуть позже, друзья. Напомним, Артель Роса у нас в гостях, и через несколько минут мы снова в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Дождитесь. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». И продолжаем мы разговаривать, в гостях у нас Артель Роса, замечательный, изумительный коллектив, одни просто восторженные эпитеты и на самом интересном месте закончили. То есть у вас атмосфера семейная, но субординация строгая. Конечно. Даже я не сказала субординация, просто у нас идет разделение. Работа работай, как бы там и ребята дают какие-то советы, и мы их советы, нету такого, что «А вот я не хочу так». Мне не нравится. Как бы со стороны виднее, как лучше. Мы относимся к с уважением, опыт есть опыт. Ребят, опыт намного больше, и поэтому, конечно, тут беспрекословно. Правильно, старших нужно почитать. Старших нужно уважать и почитать. Золотые слова, Александр. А вы вот если обратили внимание, Оля с самого начала, в первом выходе сказала «Наши друзья». То есть это уже определило всю суть их отношений. То есть они внутри... Слушайте, а все равно интересно. Друзья, семья, что подумают про нас старшие гости? Слушайте, все равно финальное решение. Вот есть один человек, который окончательно принимает весь материал, который был сделан, и говорит «Все, ребят, нормально, поем, выступаем, идем» и так далее. Или все это коллективное решение выносится? Да, точно не мы. Это, наверное, вопрос все-таки к Александру и Григорию, я так думаю. Мы делаем много различных заготовок, потом песню корректируем. Обычно это происходит втроем, то есть я, Александр, и Рафшан Вахидов, наш независимый режиссер. И мы потом, собственно, принимаем решение, то есть запускаем эту песню или нет. Но опять-таки же перед этим очень много происходит. То есть такой длительный процесс. Скажите, пожалуйста, а вот следующую песню, которую вы живьем исполните, как она называется? Называется «Лепота». То есть это та же самая песня, которую мы видели в начале, но в другой версии, в акустической. Да, мы сыграем ее, можно сказать, как на кухне, будто бы. Ну давайте. Для всех, кто завтракает. Давайте, для всех, кто завтракает. Отлично. Давайте, поехали. Ой, да заплакали глаза мои Я не знаю, ой, по ком они Ай-яй-яй, ай-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй Я не знаю, ой, по ком они Ой, жила и серп трудилась Подарила, ой, влюбилась Ай-яй-яй, ай-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй Подарила, ой, влюбилась Ай-яй-яй-яй-яй Ой, да колечко злоченое От милого, ой, дареное Ай-яй-яй, ай-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй От милого, ой, дареное Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй Либо кто-то, либо кто-то Ай-яй-яй-яй, ай-яй Либо кто-то, либо кто-то Ой, как бы знала, да с кем не быть С малых лет бы, ой, стала б любить Ай-яй-яй, ай-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй С малых лет бы, ой, стала б любить Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй Лепота, да, лепота, да. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-я. Ой-ой-ой-ой. Какая лепота! Лепота! Слушайте, мы это подпевали, правда, не сильно мы сбили, нет? Нет, я без всякого. Действительно, это настолько все достойно, что немножко вот ведущие теряют до речи. Насколько я знаю, вы ведь недавно выпустили такой мини-альбом, в который вошла эта песня, ее караоке-версия. Расскажите об этом. Вот, допустим, люди, приобретая ваш мини-альбом, что они получают? Они получают, естественно, три вот этих прекрасных трека. Каких? Качественных. Кроме лепоты? Качественных трека «Лепота», «Чучело» и «Тюреря». Ну и, следовательно, минусовки к ним прилагаются для того, чтобы люди могли попеть, потанцевать, даже пускай в ресторанах попоют. То есть так вот развернись, душа. Конечно. Просто дело в том, что мы сами когда-то мечтали, когда какую-то песню услышим, давно-давно еще, и чтобы качественный минус получить где-то, это было практически невозможно. А сейчас это легко. Заходите, качайте, пойте и радуйтесь, радуйте и других. Добрый и хороший музыкант у нас в гостях сегодня. Я хотела просто вот еще по поводу таких радостей простых. Вы назвали две площадки, где вы будете выступать вот уже 4 ноября. Сценические хитрости. Вот вы видите, девчонки, практически на мороз в одних рубашечках. Как же часовой концерт пережить? Или у вас там какие-то теплые тулыпы и подштаники? В чем выступаете? У вас хорошие костюмы, продуманные. Здесь будут именно уже народные костюмы. То есть прям красивые. Рубаха, сарафан. Да, жилеточки теплые, на подшерстке. Продумано все. Валенки будут. Ну да, валеночки тоже. Перчаточки. Так что у нас все продумано. Как у кота Базилиева, знаете. За брезгими пальцами. Потому что голоса надо беречь. Конечно. Голос это такой инструмент. А вот, кстати, бывает такое, что вот перед концертом раз и простуда какая-то. Как экстренно спасти голос? Или вы все-таки отказываетесь и говорите, нет, голос прежде всего? Нет, работаем. Просто лечимся усиленно, прям интенсивно и народными средствами, и, конечно, медицинскими лекарствами. У самых лучших врачей мира. Вот так вот. Давайте лучше пропадить. Мы всегда говорим девочкам, нужно делать все возможное, чтобы не болеть. Правильно. Слушайте, у нас близится тот замечательный и знаменательный момент, когда мы за премьерой, конечно, премьерой песни «Чучело» группы «Артели раса». Давайте, может, а мы-то как волнуемся. Слушайте, где вы его снимали? Здесь, в Москве, или куда-то выезжали? Где мы его снимали? Раскрываем тайны? Конечно. Раскрывайте скорее. Ну, Александр расскажет, наверное. Сашенька, давай. Снимали в прекрасном подмосковном месте. Замечательный просто месте. Где я теперь живу. В общем, снимали в моей бане. Отлично. Слушайте, а я тоже, я просто когда вот предварительно смотрела, думаю, надо же, какие великолепные вот эти срубы всякие. Я бы сказал, было около бани даже. Около бани. Это самый хороший, бюджетный, но самое главное качественный вариант. На самом деле идея была сначала типа в бане сделать, потому что баня в таком старом русском духе, стиле сделана. Мы думали, что сделать такую избу, но потом почему-то, да, в процессе переселились на улицу, потому что свет хороший был, солнце, и, в общем, с погодой повезло. В общем, получилось. Слушайте, ну, ребят, давайте посмотрим прямо сейчас, собственно, что получилось из всего этого. Итак, премьера песни, премьера клипа на телерадиоканале Страна.ФМ. И дебют бани. Артель, Росай, песня под названием «Чучело». Смотрим и слушаем. С мою чистою водою Все, что прежде мучила Я лечу к тебе ротоне Садовая чучела И пусть не ладен твой наряд И рука ломается Но зато тебя такого Вороны пугаются А ночью так светло И роща словно зритель И вовсе ты не чучела Ангел мой хранитель И пусть рубаха на бекре Крутится на вертеле Не по одежке говорят А по уму нас встретили И мы бассируем с тобой Сквозь дали огородные А злые птицы черные По-прежнему голодные А ночью так светло И роща словно зритель И вовсе ты не чучела Ангел мой хранитель А ночью так светло И роща словно зритель И вовсе ты не чучела Ангел мой хранитель Слышишь где-то плачет кошка Под пионовым кустом Потерпи еще немножко Есть тропинка под мостом И мы с тобой по той тропинке Тихо спустимся к реке Тут придут люди посмеяться От тебя и нет нигде А ночью так светло И роща словно зритель И вовсе ты не чучела Ангел мой хранитель А ночью так светло И роща словно зритель И вовсе ты не чучела Ангел мой хранитель Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ И друзья напомним Сегодня у нас потрясающее Волшебное совершенно удивительное утро На телерадиоканале Страна ФМ Супер мега музыкальное С большой буквы М Слово музыкальное конечно же В гостях у нас Артель Роса Ксения, Ольга, Александр, Григорий Я еще раз поздравляю вас с премьерой Которая только что прошла На телерадиоканале Страна ФМ И я хочу обратиться К вашим поклонникам К зрителям и слушателям Телерадиоканала Страна ФМ Сейчас поклонников-то стало больше Вы можете заказывать эту песню Этот клип в нашей программе По заявкам с 13 до 14 И с 20 до 21 ежедневно Прямо сегодня уже можете это сделать А еще знаете что Вот пока вы пели Вам тут пришло сообщение Привет братьям И замечательным проектом Артель Роса С уважением Александра Цветков И Ани Ушакова Вот как Это вам У нее сегодня день рождения Серьезно? Да Вчера было вчера Ну все равно Пусть поздравляем С днем рождения Анечка Вот и Аню с днем рождения Поздравляю Все правильно Слушайте, а вот скажите Вот допустим материал сделан Да, вот есть клип Песня записана Как чаще бывает Вы говорите Ну мы крутые Вообще сделали Просто все Супер на 100 баллов Или вы говорите А вот что-то вот Все равно здесь Что-то бэк Можно было еще один сделать Можно было переиграть Как-то что-то добавить Как чаще бывает Понимаете нам на самом деле Для этого даже и времени Не хватает Сказать что это круто Не круто Нам надо переходить К следующему произведению Да Потому что у нас работы Очень-очень много На самом деле И говорить что мы крутые Нам Мы об этом говорили Еще 20 лет назад Да Себе сейчас не до этого Но все равно публика Скажет крутые мы Или нет Это все скажет народ Я хочу сказать Что и 20 лет назад Вы уже были правы Абсолютно все 100% Спасибо Спасибо Слушайте А вот публика Как реагирует Что обычно подходит Говорят Ребята А вообще душа развернулась А можно у вас телефончик Вот в первую очередь Спрашивайте Это женщина Где вас можно услышать Где вас можно услышать И можно ли ваш телефончик А вот такой вопрос К девчонкам Работа над образами Я просто помню Что как-то Анна Плетнева В своем одном интервью Сказала Я страдала в группе лицея И меня заставляли делать Там эти хвостики А я хотела выглядеть Совершенно иначе Вот у вас как Вас как-то по имиджу Ломают Заставляют там косы плести Или все На ваше усмотрение Нет-нет-нет Все свободно Все свободно Это органика У меня до недавнего времени Были волосы как у Ольги И вот я поняла Что я хочу постриться Я просто единственное Что сделала Я позвонила Спросила Я могу Не, ребята Без проблем Только не на лысо На самом деле Все еще предстоит А, то есть Все будет корректировано Ломки хребтов будут Я только хотел сказать Что в коллективе Полная демократия А тут оказывается Не совсем все так просто Ну что, давайте переходить К очередной песне Которая прозвучит у нас Здесь на телерадиоканале Страна АФМ Сейчас для вас прозвучит песня Я стану птицей Пускай она вам подарит Вдохновение Энергию В это замечательное утро Но здесь как раз таки Солирует Ольга Давайте послушаем Ну что же помогает Да Артель Раса Поехали Птицы на закате Мне бы полетать Крыльями в ненастье Твое сердце беречь Укревать Я стану птицей Журавлем и лисиницей Среди облаков Плетаю Стою Как не забыться И о землю не разбиться На кристальные частицы Птицы Эй Сказочное небо Эй Синий океан Утонуть и где-то В этом мире любить И летать Я стану птицей Журавлем и лисиницей Среди облаков Плетаю Стою Так не забыться И о землю не разбиться На кристальные частицы Птицы Я И снова браво Я не удержалась Я даже Все снимала себе В инстаграм Чтобы все видели Максимально Потому что Это нужно видеть Это нужно Слышать Артель Роса В студии Телерадиоканала Страна ФМ Ну что Слушайте Время у нас потихонечку Заканчивается Мы хотим Сказать вам большое спасибо Хотелось бы услышать Еще больше песен В живом исполнении Потому что Ничто с ним не сравнится Клипы это хорошо Но когда вы поете Живем Девчонки это потрясающе Обязательно Давайте еще раз напомню Когда будет Для тех кто хочет прийти 4 ноября Мы выступаем 12 дня На Красной площади А 6 ноября Это Манежная площадь 6 часов Вечера Друзья Ребят Приходите Все пожалуйста У нас в гостях Была замечательная группа Артель Роса Когда слушаешь хорошую музыку Начинаешь волноваться Ксения Ольга Александр Григорий Спасибо большое Приходите еще Спасибо